Идея оценки ущерба, понесенного Крымом и Севастополем в составе Украины, была высказана спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В марте в Думе по оценке ущерба была создана рабочая группа. Сегодня аналогичная комиссия была сформирована и в Государственном Совете Крыма. Ее возглавил первый вице-спикер Крымского парламента Ефим Фикс. Стартовое заседание рабочей группы планируют провести уже на этой неделе. В целом, подсчет ущерба займет не меньше полугода. Сочинение ущерба в виде нанесения непоправимого ущерба нашей инфраструктуры, таким как дошкольные учреждения, школы, система здравоохранения, газоснабжение, сети, вода и так далее. И так далее, может этот перечень продолжать и продолжать земли, наши памятники исторические. Все это имеет колоссальную стоимость. Все это имеет колоссальную стоимость, все это не было сохранено, все это было проведено в ненадлежащий вице. Особое внимание Владимир Константинов поручил уделить ущербу, который был нанесен республике с 2014 года. Это следствие энергетической, водной и продовольственной блокады. Кроме того, на заседании президиума обсудили меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. Так, в апреле текущего года 21 600 ветеранов и членов семей умерших, погибших участников ВОВ получат единоразовую выплату в размере от 551 рубля до 9785 рублей инвалидам первой группы. Годное освобождение Крыма 97, к сожалению, осталось 97 ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших непосредственное участие в обороне освобождения Крыма, получат по 1900 рублей каждый на общую сумму 172,9 тысячи рублей. Также разовую денежную помощь получат партизаны и подпольщики, выплата которых будет проведена в сентябре этого года. Это 37 партизан и подпольщиков, которые, к сожалению, осталось только 37 из числа ветеранов Великой Отечественной войны, также на сумму 1900 рублей каждому. Кроме того, особое внимание уделяется сохранению объектов культурного наследия, в том числе и памятникам, связанным с событиями Великой Отечественной войны. Так, в этом году к 9 мая откроются еще два мемориала в Научном Бахчисарайского района и в Урожайном Советского района.